Здравствуйте, коллеги. Большое спасибо за предоставленную возможность поделиться опытом. Для начала хотелось бы обсудить показания, при которых мы назначаем. В своей работе мы стараемся строго соответствовать международным российским рекомендациям по проведению лекарственной химиотерапии. И, в общем, назначаем венорельбин в соответствии с международными рекомендациями. В основном он зарегистрирован для лечения немелкоклечного рака лёгким и рака молочной железы. Ну, основные показания. Для немелкоклечного рака лёгких он зарегистрирован, как уже, коллеги, в первой линии, как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими цитостатиками. И для рака молочной железы он также зарегистрирован, как в монотерапии, так и в комбинации. Можно там что-то слайд? Сейчас, пожалуйста. Извините. Можете, пожалуйста. А ты это у меня? Презентация. Да. Вот. Что касается... Ну, мы видим, что НССН рекомендует его для немелкоклечного рака лёгких, комбинации лимонотерапии. И то же самое происходит с рекомендациями Русска. Вот. Интересный такой факт, что, согласно данным FDA, на Вильбин в США зарегистрировано только для лечения немелкоклечного рака лёгких. Однако, как мы видим, вот здесь это не мешает рекомендовать его НССН даже в качестве первой линии химиотерапии. Я в процессе подготовки к этому докладу нашёл такую интересную информацию, что в Австралии препарат зарегистрирован, а именно на Вильбин оральный капсул, он зарегистрирован в качестве второй линии терапии после неудачи первой линии химиотерапии рака молочной железы. Ну и для немелкоклечного рака лёгких он также зарегистрирован в первую линию в качестве монотерапии, в комбинации. Но мы, в принципе, полностью… А, и очень интересная рекомендация ЭСМА касаемо применения Вильбина. Для рака молочной железы есть стандарт химиотерапии первой линии, для некоторых видов второй линии. Но вот консенсус ЭСМА говорит, что в том случае, если пациенты даже не получали стандартную химиотерапию первой линии, им может быть назначено с равной эффективностью такие препараты, как капицитабин или венерильбин или какие-либо другие, если аспекты токсичности имеют превалирующее значение для данного пациента. Вот как написано в консенсус ЭСМА, что если лапицель для пациента стоит на первом месте, то такому пациенту может быть назначен совершенно спокойный в качестве первой линии менее токсичный препарат. И это будет абсолютно нормальное решение. Но что касается нашей практики, да, мы, конечно, пока так не поступаем. То есть у нас, я не помню таких случаев, когда мы назначали пациентам в качестве терапии первой линии венерильбин, потому что для нее была, допустим, для рака молочной железы, потому что для нее была лапиция. Это очень, так сказать, важной проблемой. Как мы назначаем венерильбин у нас? Мы назначаем его, конечно, для венерильбин в капсулах. Мы назначаем в качестве второй терапии. Не мелкоклещного рака и легких это практически всем пациентам. То есть в том случае, если случилась неудача терапии первой линии или пациент спрогрессировал в короткое время после завершения терапии первой линии, это будет, скорее всего, препаратом выбора. Это удобно для пациентов и, в принципе, по всем данным не уступает в качестве эффективности. А также, если пациент изначально обращается с низким функциональным статусом и при этом у него нет активирующих мутаций, то такому пациенту будет назначен венерильбин в капсулах в качестве первой линии. Конечно, в плане эффективности, наверное, венерильбин в капсулах будет сравнивать с приметолексидом, токсанами или платиной. Наверное, он не будет примерно равно эффективен, но, как уже говорили, в плане удобства для пациента, тем более с низким функциональным статусом, которому раз в три недели или раз в неделю ездит на терапию, ему гораздо удобнее принимать дома препараты и время от времени только показываться доктору. Применение при метастатическом раке молочной железы. Мы стараемся назначать венерильбин в капсулах всем пациентам с трижды негативным раком молочной железы в качестве первой линии, если у них низкий функциональный статус. Также мы назначаем пациенткам, которые спрогрессированы на гормональной терапии и которым показано начало химиотерапии. Если у них низкий функциональный статус, то мы склоняемся к выбору пероральной терапии, а не к контрациклинсодержащим режимам. Почему? Я, в принципе, хочу подчеркнуть, что мы преимущественно используем именно, стараемся в качестве первой терапии назначить именно капсулированный венерильбин, а не капицитабин, потому что в отличие от капицитабина, у венерильбина перорального нет дженеликов, и это нам нравится больше назначать венерильбин. А по токсичности и эффективности это однозначно сопоставимые препараты. Ну и, соответственно, пациенткам, которые спрогрессировали в течение первого года после завершения стандартной андивантной терапии, также пероральная химиотерапия – это будет терапия выбора. Также мы назначаем пациенткам в качестве первой линии, у которых исчерпана жизненная доза антрациклинов, и в качестве второй линии цитостатическая терапия HER2 положительного рака молочной железы в сочетании с тростозумабом. То есть, как правило, в качестве стандарта первой линии мы назначаем токсаны плюс тростозумаб. Ну, в общем, если пациент прогрессирует на этой комбинации в какой-то момент, согласно всем рекомендациям, мы должны продолжить анти-HER2 терапию, но при этом сменить цитостатик. И, в принципе, чаще всего мы склоняемся в сторону выбора винарельбина. Если есть возможность назначить винарельбин в капсулах, мы назначаем винарельбин в капсулах, потому что, в общем, по своей эффективности и по эквивалентности несопоставимо. Ну и, само собой, мы назначаем винарельбин в капсулах пациенткам в третьей и последующих линиях химиотерапии за счет низкой токсичности, удобства применения и, в принципе, доказанной эффективности. Что касается эффективности? Ну, как известно, не существует стандартных подходов к проведению второй и последующих линий химиотерапии, как равны каких-либо данных, свидетельствах о преимуществах того или иного препарата. То есть у нас, конечно, есть впечатление, что у второй линии препарат, безусловно, работает, но работает, как и многие другие препараты. И, конечно, на мой взгляд, важнее всего, ну, лучше всего эффективность препарата показа в первой линии. И касаемо винарельбина, есть очень показательное исследование, в котором винарельбин в сочетании с тростузумабом сравнивался с золотым стандартом терапии первой линии метастатического рака молочной железы с такселом. И, как вы увидите на представленных графиках, не было получено какого-либо различия ни по времени до прогрессирования, ни по общей выживаемости, ни по времени до потери эффекта химиотерапии. То есть, в общем, в первой линии препарат оказался равноэффективен, как и доцитоксел. Соответственно, мы можем предположить, что в последующих линиях тоже эффективность его будет не меньше. Но, однако, профиль безопасности намного более приятен, чем у, допустим, тех же токсанов. Потому что, как видите, тяжелые осложнения встречаются достаточно редко. В основном это касается гемопоэза. Тяжелая нейтропения встречалась там не более, чем у 30% пациентов. По нашему опыту примерно так же получается. Другие ростки, там, тромбоциты пении, анеме встречаются достаточно редко при применении орального венрельбина. А негематологическая токсичность вообще, кроме нейропатии, мы, в принципе, особо ничего не отмечали при применении этого препарата. И, таким образом, за счет низкой токсичности и хорошей эффективности, безусловно, у нас получается лучшее качество жизни пациентов, потому что препарат работает, снижает симптомы вызванной опухоли, а токсическая химиотерапия, в принципе, пациенты не всегда ее отмечают. Ну, в общем, это было пока… Ну, это не только мое мнение, да, и во мною в исследовании было пока, что большинство врачей оценят препарат как хорошо работающий. Пациенты в 7,4% переносят либо хорошо, либо очень хорошо. Удовлетворенность терапии почти… Ну, 76% врачей, почти все врачи готовы продолжать назначать венрельбин на основании того опыта, который они получили по его использованию. Ну, как мы назначаем препарат? Мы, в общем, не отклоняемся от инструкции, либо 60 мг на метр квадратный один раз в неделю дали, в течение трех недель дали 80 мг на метр квадратный или 60 мг на метр квадратный в день 1,8, потом 80 мг на метр квадратный день 1,8 раз в три недели. Ну, также мы назначаем препарат в так называемом метрономном режиме. Это не совсем стандартный подход, то есть, ну, этот, который не прописан в инструкции по применению, но в метрономном режиме препарат тоже замечательно переносится, и, ну, у некоторых пациентов мы видели контроль над опухой, над заболеванием даже при назначении препарата в метрономном режиме. Ну, еще у нас был такой опыт не совсем стандартного применения, когда к нам обратилась пациентка с гормонотрицательным КР-2 положительным раком молочной железы, местно распространенным, и ей было необходимо проведение неодъювантной химиотерапии. Тогда, на тот момент, конечно, стандартной неодъювантной химиотерапии, у таких больных всегда были токсаны в сочетании с тростузумабом, однако вот на тот момент у нас не было возможности назначить терапию токсаном по парамедицинским причинам, и было принято решение начать терапию с внутривенной неральбина в комбинации с герцептином. Первые два курса мы провели, ну, уже после курса было отмечено улучшение, потом пациентку, опять же, по лекарственным возможностям было решено перевести, было переведено на пероральный венорельбин, но и после четырех курсов на венорельбин с тростузумабом мы получили почти полный регресс опухоли, который был подтвержден при последующем патоморфологическом анализе. Далее мы эту пациентку лечили по стандартной диуантной терапии провели четыре химиотерапии АЦ и дали токсан из герцептина, дали герцептин до года. В настоящий момент терапия завершена, пациентка находится в ремиссии. Этот случай, ну, как бы, для меня лично показал, что препарат, в общем, равноэффективен, на нем тоже можно получать у многих пациентов достаточно хорошие результаты. Что касается эквивалентности различных форм навельбина, как из этих графиков представленных, видно, что эти препараты и внутривенная пероральная форма абсолютно эквивалентны, мы можем спокойно переключать пациента с одной схемы на другую, что, ну, дает дополнительную удобство. Например, ну, к сожалению, бывают такие случаи, когда, например, пациент, ну, например, по бесплатным рецептам заканчивается, допустим, оральный навельбин, то мы можем такого пациента без потери эффективности, без каких-либо проблем перевести на внутривенную форму, но только создав ему некоторые удобства и неудобства, а в дальнейшем, когда эта проблема решится, снова его туда вернуть. Вот эта терапевтическая эквивалентность была, в общем, продемонстрирована во многих исследованиях, касаемо общего ответа и контроля на заболеваемость, эффективности. Ну, как уже говорили, 74% пациентов выберет препараты в капсулах, потому что он более удобен. Хотя, в принципе, есть часть людей, особенно, я думаю, таких пациентов, наверное, будет больше в России, которые считают, что внутривенная терапия более эффективна, если им предлагают выбор между пероральной и внутривенной терапией, некоторые все-таки наставят внутривенную. Ну, таким мы тоже можем предложить, в общем, этот препарат только в другой форме. Ну, и заключение, могу сказать, что венрельбин в капсулах эффективен при лечении метастатического рака молочной железы неукопречного рака легких в различных линиях терапии, как в комбинации, так и в монорежиме. Препарат хорошо переносится пациентами, редко приводит к развитию тяжелых осложнений, требующих коррекции терапии. Таблетированная форма препарата особенно предпочтительно в условиях регионального онкологического диспансера, потому что к нам, в наш диспансер приезжают пациенты иногда из отдаленных районов, там, за 400 километров. Да, это если, допустим, для такому пациенту, конечно, удобнее выписать препарат, который он будет получать дома и только иногда приезжать на контроль, чем рад, допустим, каждую неделю ездить на лечение. Все, спасибо. Владимир Анатольевич, у меня к вам вопрос. Возвращаясь к клиническому случаю, можно вернуть к клиническому случаю, если удастся? Вы продемонстрировали, что после четырех циклов монохимиотерапии пероральным навильбином, терапии с тростозумабом, у вас был зарегистрирован почти полный регресс, и по данным патоморфологического ответа почти выраженный патоморфологический ответ. Учитывая те клинические исследования, которые проведены в настоящий момент, если мы говорим о неодевантной терапии в целом, то при наличии ответа минимальное количество циклов должно составлять как минимум шесть, и то же самое, в принципе, касается и таргетной терапии. То есть, если в идеале рассматривать эту ситуацию, то проведите вы, если бы вы провели шесть циклов, и у вас реализовался бы полный патоморфологический ответ, то в одеванте необходимо назначение четырех АЦ и четырех циклов доксрубицина с циклов асфамидом и четыре введения доцитоксела у вас бы отпало, и эта пациентка бы всего-навсего продолжила назначение тростозумаба до года. Поэтому, вот, конечно, если мы и проводим неодевантную терапию, результаты великолепны, но они были бы, наверное, еще лучше во всех отношениях, если бы просто у вас была возможность довести. Либо уже в одеванте, учитывая такой выраженный ответ, и, учитывая, действительно, недостаточное количество циклов, которые вы провели, возможно, учитывая ответ опухоли, возможно, вы могли бы продолжить то же самое. Я полностью согласен, но здесь… Ту же самую химиотерапию. Здесь дело в том, что эта пациентка, это был 2014 год, и тогда вот это еще, что все курсы терапии должны быть завершены до оперативного лечения, вот такого… В нашем, по крайней мере, учреждении пустырировалось. Поэтому у нас неодевантная терапия проводилась до момента операбельности, да, и некоторые пациентки получали, например, два курса токсанов с герцептином, и если опухоль становилась операбельной, хирурги ее оперировали, и дальше уже всю запланированную химиотерапию проводилась в одеванте, да. Такой подход тоже имел место. А что касается вот этой, да, мы, безусловно, обратили внимание на полный патоморфологический, почти полный патоморфологический ответ, но тогда мы решили, что есть стандарты терапии, да, то есть, грубо говоря, если пациентка, там, у нее какие-то будут претензии, да, она обратится там в инсульт, и мы не сможем объяснить, почему мы не назначили ей в одеванте стандартную терапию, которая прописана всеми рекомендациями, а проводили какое-то, ну, то есть, лечение, которое… Нет, но тут вопрос возник достаточно просто, ведь даже если взять рекомендации по тому же самому венорельбинам, там четко прописано рак молочной железы, не вписываясь, мы, ну, в том числе и руководствуемся и регистрационным удостоверением, я с вами согласна, но вот в данной ситуации, и приведя 6 циклов, мы оценили бы действительно возможность достижения полного патоморфологического ответа, и в том случае, если бы он не был достигнут, тогда бы мы бы перешли на антрациклин и токсан, содержащий режим в одеванте. Спасибо большое, будут еще вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.